Привет, дорогая! Меня зовут Даша. Один очень замечательный человек оставил мне запрос по моим тенюшечкам. У нее есть собственный канал. Видео, наверное, будет короткий, потому что теней у меня не так много. У меня, наверное, даже духов больше, чем теней. И начну я с самой массивной моей коробочки с тенями, которую я уже несколько раз, пожалуй, показывала, но повторюсь. Вот такой вот чемоданчик. Вот и фраше. Здесь три набора теней. Вот такие. Еще дневные я покажу чуть позже. Вот эти можно разделить на, пожалуй, дневные и ночные. Начнем с вечерних и потом покажу дневные. Ну, конечно же, не обошлось без белого цвета. Вот так он выглядит на пальце. Вот, кстати, добавлю все тени и фраше очень хорошего качества. Хорошо наносит, долго держится. Соответствует их цвет на коже с цветом, который в палетке. И они все шиммерные слегка. Да, но смотрятся очень хорошо на веках. Вот так вот смотрятся фиолетовые и черные оттенки. И вот таким образом смотрятся розовые. И дневная палетка. Два вот таких оттенка. Значит, один такой бежевато-золотисто-розоватый. И второй такой более нежный бежеватый. Я не знаю, как вот еще визвать подобные оттенки. Они друг на другу, в принципе, похожи. И вот такой вот так же, там же нежно-сиреневый. И такой голубоватый нежно. Сразу скажу, что благодаря особому освещению в этом помещении, тени блестят на пальцах сильнее, чем на веках. Поэтому на веках они смотрятся спокойнее и достаточно приемлемо. И третий набор теней, которые были в этом чемоданчике, это вот такие тени. Здесь четыре оттенка по одному грамму. Вот так вот выглядят золотые с таким коричневатым. И бежевато-белым с зеленым. Тоже очень хорошо держится на веках. Пожалуй, это третья палетка, которая из всех, которые у меня имеются по частоте использования. Еще один тень от Фрошета. Серия Луминета, монотени. Вот такого серого цвета. Это у нас оттенок 79. То есть вот для сравнения с тем, как они выглядят в коробочке. То есть полное соответствие, как мы видим. И раз уж я начала показывать серые тени, у меня есть еще один тень чудесный от фирмы Fleur. Это замечательная бюджетная фирма. И тени от этой фирмы я люблю безудержной любовью. И хочу пополнить свою коллекцию теней. Выглядят они вот подобным образом на пальце. Для сравнения, вот на мизинце у меня и фрошетские. Здесь флеровские в оттенке, кстати. В 44 оттенке. Как мы видим, флеровские они такие более матовые. И светлее, пожалуй, оттенком, чем и фрошетские. Фрошетские поярче немножечко. Об этой палетке. Это у меня от фирмы L'Etoile. Серия Lipolizier. В оттенке 909. Вот такие вот немножечки. Не нравятся мне эти количества. Но сначала об оттенках. Белый здесь. Вот такого плана. Оттенки все матовые. При этом немножечко шиммерные. Серый с зеленым. Такой вот розовый. И вот такой фиолетовый. Все, что не нравится из этой палетки, это фиолетовый цвет. В остальном красная маркиза, это просто ужас какой-то. Во-первых, на веках они держатся просто никак. Их не видно просто категорически. Я пробовала разные варианты нанесения. Влажное нанесение, сухое нанесение, нанесение подточками пальцев, нанесение кисточками, нанесение аппликатора. Про влажное сухое я говорю. Их не видно вообще на веках никак. Фиолетовый оттенок только видно. Все, больше... Но фиолетовый у меня есть и в других палетках. И он как-то из одного этого цвета держать ее, брать ее. Это, помимо прочего, не осыпаются. При нанесении и... Далее я хочу показать двойные тени от Беллы. Это у нас оттенок 14. Вот так вот она выглядит. Так, цвета. Ну, белый, конечно, белый и черный. То есть, вот. По сравнению с тем, как это выглядит в палетке. То есть, ну, хорошая. Был, в принципе, тоже неплохая фирма. У нее тоже неплохие денюшечки. А вот тени, которые я сейчас покажу, они являются моими самыми любимыми. Поэтому они немножечко уже... В них видно донышко. И не пугайся страшного вида. Та-дам! Это у нас фирма Safari в оттенке 27. Ой, пальцы закончились. Вот так вот выглядят эти тени. Виден такой легкий шивер. Такой ненавязчивый золотистый оттенок. Здесь, кстати, очень симпатично вот это открывается. Здесь такое зеркальце. И вот здесь лежал аппликатор. Он тут и лежит. Здесь лежит аппликатор. То есть можно глаз накрасить. То есть глаз в это зеркальце помещается запросто. Тени отличные. Когда мне лень что-то там сверхъестественное рисовать на глазах, то я наношу вот эти тени. И летом это вообще я фактически в основном только им я пользуюсь. Number one в моей коллекции теней. Как называемая коллекция теней. Ну и получается, что вот эта вот палеточка от Stihl, вторая по моей любимости. Это у нас оттенок 402. Здесь такие спокойные, я бы сказала, дневные, офисные оттенки. Вот такого плана. Что у нас тут? Бледно-розовый, белый цвет, коричневый. И такой немножечко шиммером, светло-посветляйте на коричневый. Ну вот, значит, белый. Вот здесь на среднем, прошу прощения, пальце. И вот на указательном розовые тени. И сейчас я покажу коричневые. На безымянном пальце, вот на этом, который у меня все согнулся немножко, вот этот оттенок. И на среднем, прошу прощения, опять же на среднем пальце, вот этот оттенок. То есть, один более шиммерный, чем другой. И один матовый. Тени вот эти я просто обожаю. Зеркало здесь очень удобное, очень такое, не ослепило. Очень такое большое, как можно видеть. Такое. Очень удобно краситься. Здесь были аппликаторы, но не сегодня в падле, я их выкинула. Остались последние тени. Вот такого плана. Ари Флейм, это на самом деле тени для бровей. Я их использую. Здесь такое зеркальце. Здесь у нас для закрепления гели. Здесь такой цвет бежевато-коричневый. Ой, сори. Такое бежевато-коричневое. И соседний оттенок, он как-то совсем уж темно-коричневый. Мне этот палец не хочет запрямляться. Вот такой вот. Здесь вот так вот выдвигается кармашечек. И здесь такая скошенная... Скошенная. И здесь такая вот скошенная кисточка. Тени, в принципе, удобные. В принципе, я им почти довольна. Могло быть лучше, но я им почти довольна. Ну так вот, я их использую не только на брови, но и как основные тени тоже. Потому что столь темно-коричневого оттенка у меня нет. Среди теней. И, кстати, неплохой вариант. Они даже тусуются. Да, они тусуются. Тени тусуются гораздо лучше, чем на обычные классические тени. Вот. Собственно, это все, что я хотела тебе показать. На этом коллекции у них тени закончились. Да, я предупреждала, что их мало. На это все. Я с тобой по счастью тебе желаю, чтобы ты была прекрасна. И без всяких там косметических примочек счастлива.